Всем доброго времени суток. В этом ролике покажу простые упражнения для профилактики и реабилитации коленных суставов в домашних условиях. Первое упражнение выполняется сидя. Мы садимся с ровной спиной. Садимся к стенке, чтобы спина была расслаблена. Ноги вытягиваем. Садимся желательно так, чтобы ноги находились на поверхности, которая обладает низким трением. Мы трем руки. Колени у нас, если тепло, открыты. Трем руки и теплые руки кладем на коленные чашечки. И делаем 50 вращений от себя. Начинаем от себя. И 50 вращений к себе. Выглядит это так. Делаем медленно, с большой амплитудой. Носок тянем от себя, кнаружи, к себе, внутрь. И так делаем 50 раз. И потом делаем. Начинаем кнаружи, от себя, внутрь. К себе. Кнаружи, от себя, внутрь, к себе. Тоже делаем 50 раз. В это время теплые ладошки фиксируют коленные суставы, чтобы они не гуляли. Это первые два упражнения. Второе упражнение. Мы садимся на какую-то поверхность. Так, чтобы мы могли облокотиться с прямой спиной. И чтобы снять напряжение со спины. И так, чтобы когда носки оттянуты от себя, мы не доставали до пола. И делаем тоже простые упражнения. Первое упражнение. Мы натягиваем носки на себя. И делаем максимально продымаем. Напрягаем. Чувствуем напряжение в коленях. И максимально под себя тянем пятки. Стараемся пятки не достать до эгориц. И носки в это время все время натянуты на себя. Руки также нужно потереть. И теплые ладошки положить на коленные чашечки. И мы делаем. Так тоже делаем 50 раз. Немножко отдохнули. Ножки стихнули. И теперь носки тянем от себя. Максимально от себя. И поднимаем также вверх. Чувствуем напряжение в коленях, в чашечках, в коленях. И от себя. К себе. От себя. Если какая-то из ног, из коленных суставов обладает меньшей амплитудой, тогда нужно помогать второй ногой. Допустим, правая нога полностью выпрямляется, левая не до конца. Тогда мы ногу заводим правую под левую. И выпрямляем. Опускаем. Выпрямляем. Опускаем. Выпрямляем. Опускаем. До свободного опущенной голени под 90 градусов. И наоборот, если плохо сгибается, как тянем под себя, тогда мы наоборот. Допустим, правый хорошо сгибается под себя, левая плохо. Тогда мы наоборот правую кладем на левую. И правой ножкой стараемся растянуть. Левую тянем. И до, примерно, свободного болтания рук. И получается, мы делаем каждое по 50 раз с носками на себя, с носками от себя. Каждое по 50 раз. Если мы помогаем одной ногой второй, то 50 раз выпрямляем с носком на себя, 50 раз выпрямляем с носком от себя. И, соответственно, внутрь тоже 50 раз с носками на себе, 50 раз с носками от себя. Все по 50 раз. Вот такие простые упражнения. Делаем их один подход по 50 раз. Каждое упражнение. Один-два раза в день. Что нам это дает? Когда носок от себя и от к себе, получается, у нас напрягаются икронужные мышцы, мышцы задней поверхности голени, когда к себе, латеральная группа мышц голени, которые носок тянут к себе. И получается, когда так же сгибаем-разгибаем, мышцы передней и задней группы мышц бедра. Тем самым прокачивают кровь, бедро, голень и обратно. Колено находится между ними и улучшается диффузное питание связок. И, соответственно, когда максимально к себе от себя растягивают связки. Вот такие простые упражнения. Это делают, их нужно тем, у кого травмы были, и идет процесс, ну, скажем так, начальной реабилитации. Либо кто уже в возрасте и другие упражнения для них в тягости. Так что, всех благодарю за просмотр. Кому будет полезно, пользуйтесь. Всем спасибо, будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok